Давайте попробую начать коротко сначала. История пертанализ. 1958 год. Заказ Министерства обороны США. В принципе весь семинар, 45 минут посвящены вот этому инструменту, а точнее какой-то части интерпретации вот этой аббревиатуры пертанализ. И это изначально классические, собственно, средства визуализации проекта в виде сетевого графика. Ну, то есть не таблицей, не диаграммой ГАНТа, а именно сетевым графиком. И напомню, что сетевые диаграммы, они отображаются разными нотациями и операциями в узлах, и операциями на стрелках. И то и другое является как раз классическим определением пертанализа. И вот с тех пор, когда перт был обозначен как инструмент расчета, собственно, критического пути, с учетом расчета ранних-поздних дат операций, с учетом расчета вот этих флотов, резервов по времени, с тех пор многое поменялось. И сейчас, и в основных документах, стандартах управления проектами, ну и, собственно, в такой полубытовой, где-то бытовой, где-то бизнес-лексике под аббревиатурой PERT-анализ понимают, ну, сузилось очень определение этого понятия, понимают оценку длительности выполнения задачи по, наверное, хорошо всем такой знакомой формуле оценка времени с учетом закона распределения вероятности того, сколько времени может занять эта задача на основе предыдущей исторической информации. И, по крайней мере, большую часть времени, в которую я работаю с проектом, с проектами, в принципе, с управлением проектами, под PERT-ан понимают, ну, собственно, вот эту формулу расчета. А сетевые диаграммы – это сетевые диаграммы, да, то есть графики, графики и графики. Оценка длительности выполнения задач – это расчет ожидаемой длительности с учетом трех оценок – оптимистической, пессимистической и наиболее вероятной, между которыми распределяются весовые коэффициенты. Идеология использования этого инструмента, она простая. Если, ну, так, попробовать продемонстрировать это на каком-то таком простом примере, то можно представить себе, что, ну, допустим, какой-то человек решил в течение определенного времени поотслеживать и порегистрировать, сколько времени у него занимает дорога от дома до работы в часах. И решил взять за основу анализа, ну, например, 10 рабочих дней, ближайшие две недели. У него за эти две недели, за 10 рабочих дней накопился какой-то массив информации по тому, сколько же он все-таки добирается, например, автомобилем, например, едет с окраины города куда-то в центр. И, да, накопился какой-то объем информации. Разное время занимала эта дорога. Мы, конечно, исходим из допущения, предполагаем, что маршрут, ну, хотя бы на 80% каждый раз совпадает. То есть все-таки речь идет об одном и том же, здравствуйте, об одном и том же маршруте. И, ну, так или иначе, вот он начал понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и так далее. Следующая неделя пошла понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Начал регистрировать, что у него и как у него происходило. И когда-то он успел доехать до работы за два часа в понедельник, первым. Полтора часа заняла у него дорога до работы во вторник, полтора часа в среду. В четверг наступило рисковое событие, позитивное. Риски интерпретируются в большинстве стандартов управления проектами и с негативным, и с позитивным полюсом. Максимально благоприятно сложились обстоятельства. Погода была хорошая, ремонта на дорогах не было, ничего, никакие трассы не перекрывали. Возможно, даже позитивный риск произошел. Перекрыли, допустим, все конкурирующие потоки. И основному потоку был основной зеленый свет. И человек успел добраться до работы, допустим, за полчаса. В пятницу все было не так оптимистично. И тут он, например, снова два часа потратил на дорогу. В понедельник следующей недели наступили все возможные негативные рисковые события. И гололед, и ремонт, и плохое самочувствие. Не выспался, машина барахлила там и так далее, и так далее. И он там с трудом за три часа добрался до работы. Во вторник и в среду все было не так плохо. Снова по полтора часа. Это какой-то лишний день у меня тут появился. Четверг-пятница. Ну, например... Четверг-пятница. Ну, например, это был, ну, допустим, час. И час. Какой-то массив информации у него есть. Это в часах. В данном случае, в данном примере, ну, я думаю, что для всех очевидно, что это могут быть и дни, и месяцы. И это может быть не маршрут от дома до работы. Это может быть, ну, собственно, какая-то задача, которая является типовой для нашего проекта. И у нас действительно в исторической базе знаний, компаний, накоплена какая-то информация по тому, сколько времени, полдня, полмесяца, полнедели, когда-то две недели, когда-то три недели мы выполняли эту задачу. Что теперь делать с этим массивом информации? Это называется не статистическая обработка, а все-таки историческая информация. То есть мы не сто раз подобную работу делали, всего десять, да, десять раз предыдущих проектов накапливали вот эти вот данные. И можно просто посчитать среднее арифметическое. Это будет среднее, да, с учетом всех возможных вариантов. Перт-анализ вот в этом классическом исполнении, если говорить о стандарте PMBOK, называется, точнее является частью того, что называется оценка по трем точкам. И, соответственно, среднее арифметическое, если посчитать, это будет не по трем точкам, это будет по десяти точкам. Можно по-другому обработать этот массив данных. Можно, допустим, крайние значения полчаса и три часа отбросить и посчитать среднее арифметическое, ну, тоже не трех точек, а восьми оставшихся. Можно посмотреть наиболее часто встречающиеся значения. Чаще всего он все-таки за полтора часа добирается дома до работы, моду взяли. А можно это и по трем точкам оценить. И метод оценки по трем точкам предполагает, что мы будем учитывать и максимально оптимистический сценарий развития событий, когда у нас негативные риски не наступают, а, возможно, наступают позитивные риски, которыми мы сможем воспользоваться. Это будет оптимистическая оценка времени до работы, в данном случае полчаса. И учитывать оценка по трем точкам будет и пессимистический сценарий. То есть мы не отбрасываем крайние значения, а как раз наоборот их учитываем в обработке. Три часа, то есть максимально неблагоприятно могут сложиться обстоятельства. И учитываем наиболее вероятную оценку. За полтора часа чаще всего встречается это значение, добирается человек до работы. И обработать мы это тоже можем по-разному. Оценка по трем точкам предполагает и среднее арифметическое этих трех точек, и расчет мат ожиданий. И вот классическая формула перт-анализа – это распределение весовых коэффициентов между этими тремя точками – оптимизмом, пессимизмом и наиболее вероятной оценкой. В сумме коэффициенты, которые распределяются, они дают шестерку. Ну, потому что три оценки и именно шестерку можно между тремя оценками распределить, отразив основной закон распределения вероятностей. Это бета-распределение, и, соответственно, это закон, близкий к нормальному закону распределения. С наименьшей вероятностью мы закончим задачу или доедем до работы, от дома до работы за минимальный срок. С минимальной вероятностью мы доедем до работы за максимальный срок, за три часа. И с наибольшей вероятностью мы будем добираться до работы полтора часа. Ну, то есть это разная вероятность тех или иных оценок. И, соответственно, весовые коэффициенты распределяются четверка в четыре раза чаще, чем оптимизм и пессимизм встречаются вот это вот наиболее вероятное полтора часа. Четверка присваивается наиболее вероятной оценке. По единичке из шести достается оптимизму и пессимизму. Ну, и, соответственно, в знаменателе шесть посчитали по этой, ну, в общем, не очень хитрой формуле, что 1,6 в периоде, 1,7 часа нужно закладывать на дорогу на работу. Вот эта величина попадает, собственно, ну, не в часах и не в дороге на работу, но попадает в оценку длительности операции, лежащей на критическом пути. Вот это классический вариант перт-анализа. Ну, в общем, такая несложная техника, если говорить об оценке длительности, в том числе это способ резервирования времени, учитывающий и хорошие сценарии, плохие сценарии, резервы, да, то есть если бы мы по наиболее вероятной выезжали, мы бы полтора часа закладывали на дорогу. А так это, ну, все-таки сдвигается, обычно смещается эта оценка в сторону увеличения наиболее вероятной. И, соответственно, с учетом этого можно просчитать, пересчитать весь критический путь проекта и переоценить даты начала-окончания каждой из операций и дату начала-окончания всего проекта. Вот так вот это все и было и есть, собственно, с 58-го года. И если посмотреть на приключения перт-анализа в PMBOK, то тут тоже есть какая-то своя логика, какая-то своя эволюция. Если посмотреть на первую версию PMBOK, да, собственно, на любую версию, перт-анализ всегда идет рука об руку с таким инструментом, который называется моделирование по методу Монте-Карло. Перт-анализ и Монте-Карло – это принципиально очень похожие инструменты обработки вот этого массива данных, но Монте-Карло предполагает не только, собственно, расчет ожидания, а предполагает моделирование на основе вот этой исторической информации, домоделирование ситуации на случай, если бы мы не 10 таких проектов делали, не 10 раз добирались от дома до работы, а 500, 2500 раз. Ну, то есть это всегда использование какого-то программного, специального программного инструмента, которое домоделирует с учетом заданного закона вероятности в пределах заданных диапазонов, домоделирует идея та же, да, для расчета длительности, для, извините, для уточнения длительности, домоделирует влияние позитивных и негативных рисков на ускорение или на задержки в общем сроке проекта. И в первой версии PERT-анализ и метод Монте-Карло – это инструменты управления рисками. Соответственно, в более поздних версиях PMBOK PERT-анализ из инструментов управления рисками перенесли и оставили только в оценке длительности операции, но, правда, добавили еще и в оценку стоимости, а в рисках остался только метод Монте-Карло. Почему? Потому что, ну вот, именно такой способ оценки по трем точкам с распределением весовых коэффициентов, он, начиная с первой версии PMBOK, подвергался критике. Считается, что метод Монте-Карло дает более успешный, более точный, более точную оценку с учетом всей длительности проекта, потому что PERT-анализ не учитывает такую конвергенцию, сходимость критических путей. Если у нас несколько параллельных задач, и, например, каждая из них по оптимизму за 10 дней, по пессимизму за 14, наиболее вероятно 12, и мы каждую из них уточним PERT-анализом, и, ну, например, рассчитаем, что заложить в каждую из них надо 14, метод PERT-анализа не учитывает, не 14, а 13, извините, метод PERT-анализа не учитывает, что одна из этих трех, ну, есть высокая вероятность, выше, чем относительно одной операции, одна из этих трех все-таки затянется до максимального срока. Ну, то есть на уровне вычислений отдельных задач, да, окей, а на уровне вычисления общей длительности проекта, вот этот вот момент не учитывается, я постараюсь просто показать это на примере. Соответственно, PERT-анализ и Монте-Карло дают разные величины точности и прецизионности, сходимости результатов. PERT-анализ дает очень хороший результат по сходимости на уровне отдельных операций. Монте-Карло дает больший разброс на уровне отдельных операций, но зато он точнее на уровне оценок общей длительности проекта. Поэтому Монте-Карло остается в рисках. Ну, а вот эту вот оценку по трем точкам, наследие из классического PERT-анализа с распределением весовых коэффициентов добавляют в оценку длительности и оценку стоимости. Третий PMBOK – это, собственно, все те же вот эти вот три оценки, но это уже не в рисках, это уже в длительности и в стоимости. В пятом PMBOK – то же самое. В длительности и стоимость, в шестом, кстати говоря, тоже. Единственное, только в шестом варианте, в отличие от пятого, вот это бета-распределение из традиционного метода PERT, длительности почему-то не касается. Я не знаю, может быть, просто забыли указать в шестом PMBOK вот эту вот формулу. Ну, то есть для стоимости она осталась, а для длительности нет. Ну, то есть вот так вот сейчас живет PERT-анализ. От него отдельно существует понятие сетевого графика, хотя на самом деле это диаграмма PERT, и отдельно существует вот эта вот формула с расчетом времени, ну и расчетом денег. На мой взгляд, по отношению к расчету времени, PERT-анализ, ну, он такой более оправданный, чем по отношению к деньгам, потому что на вариативность стоимости какой-то другой набор факторов влияет. Время в этом смысле более устойчиво к вариативности от проекта к проекту, чем деньги. Ну да ладно. И это же не только вопрос теории, это вопрос еще и инструментальной реализации, по крайней мере, это тоже попадает в тему нашего курса, в программу вот этого семинара. Ну и для тех, кто не услышал, если это не попало в запись, Павлова и Елена, если у вас будут какие-то вопросы, и они успеют, к сожалению, скорее всего, ответить в течение 45 минут, вы их задавайте, пожалуйста, по электронной почте. Так вот, PERT-анализ теперь не просто как инструмент управления проектами, но его реализация в Microsoft Project, да, как и приключения, теперь уже не в PMBOK, а в Project PERT. Я с Project работаю, ну так, довольно давно, где-то около 15 лет, начиная с 98-й версии, и, собственно, большую часть времени до 2007-й версии Project включительно такой анализ по методу PERT, это был встроенный модуль в Project, который совершенно устойчивым образом работал, рассчитывал оптимистические, пессимистические оценки и, соответственно, умел строить диаграммы, давал пользователю возможность распределять весовые коэффициенты и рассчитывал вот эту вот ожидаемую оценку общей длительности проекта. И чисто случайно у меня сейчас под рукой, причем я не преувеличиваю, действительно, случайно, под рукой есть вот такая, ну это, в принципе, виртуальная машина с настроенным 2007-м Project, чтобы можно было показать, как этот модуль работал. Это седьмой Project. Почему я говорю, что так было? Вроде бы седьмой Project же тоже никуда не делся, но на самом деле делся, потому что официальная техподдержка седьмого офиса, она прекращена. Хотя, ну, отдельные экземпляры в отдельных компаниях работают. Так вот, как это было в семерке, в тройке и так далее? Это возможность для пользователя отобразить панелью инструментов отдельно вот этот вот PERT. Ну и он очень похож на картинку. Это возможность задания вот этих вот весов коэффициентов. Ну, собственно, пожалуй, с этого начинается работа с PERT-анализом. Ну и по умолчанию это такое традиционное распределение, хотя его можно и перераспределить. То есть если нужна оценка по трем точкам как среднее арифметическое, просто двойки можно везде поставить. И после определения весовых коэффициентов, а, кстати, работа с этим модулем была, и сейчас можно найти, описано в таком очень кратком, но очень понятном мануале, как минимум по седьмому профилю. Да, задание весовых коэффициентов, а? Если бы коэффициенты по двойкам, из того, чтобы она пришилась, чтобы среднее арифметическое посчитать, чтобы вот эту вот оценку... Не-не-не, там в сумме шестерка точно должна быть, да-да-да, причем здесь есть информация о том, что шесть должно быть, а values to mass sum to six на шестерка должна быть установлена. Да, это для того, чтобы вот это треугольное распределение реализовать. Дальше, после определения весовых коэффициентов, можно открыть такую PERT-entry sheet, форму ввода данных с названиями задач и с вот этими оценками длительности, оптимистической, ожидаемой, пессимистической. Если, кстати говоря, знать внутреннюю структуру проекта, то можно посмотреть, что это реализовано настраиваемыми полями. Duration first, первая, вторая и третья длительность. Сама по себе вот эта форма ввода – это настраиваемое представление. То есть, по большому счету, это то, что доступно для настройки самому пользователю. Но это, ну, видите, в седьмой версии автоматизировано до уровня такого хорошо нормально работающего модуля. И, соответственно, если мне надо посчитать и уточнить по PERT-анализу, там, сроки какого-то условного проекта. Например, у меня есть какой-то набор задач, допустим, восемь задач. У меня есть некоторые ожидаемые, те, которые заложены изначально технологически в критический путь проекта оценки длительности операции, но я могу, в том числе в исторической информации, посмотреть, что у меня там когда-то однажды задачи выполнялись с какими-то разными сроками. Сейчас помню, что мы тоже подключим. Три, пять, например, и десять дней. Это операция А. Восемь, десять, восемнадцать, например. Четырнадцать, двадцать, сорок четыре, например, дня по пессимистической оценке. И если еще, ну, собственно, учитывать как раз вот этот вот вопрос конвергенции, насходимости критических путей, то, в принципе, можно такую интересную картину получить. Если у меня не все задачи строго последовательно друг за другом запланированы, а если у меня, ну, есть какая-то интрига в этом графике проекта, если у меня есть некоторый набор параллельно выполняющихся задач, и, например, это задачи однотипные, и, например, у них действительно оптимистические, пессимистические, наиболее вероятные оценки, они похожи, совпадают, ну, а по остальным работам в критическом пути здесь уже какие-то свои значения. То, введя вот в эту форму эти оценки, взятые из исторической базы данных, можно после этого запустить, собственно, сам по себе расчет. Calculate Pert. И этот встроенный модуль предупреждает о том, что значения в штатном поле длительность будут перезаписаны вот этим вот расчетом, поэтому, ну, в duration же, в длительности, да, этих задач могли быть и какие-то другие, ну, наши, собственно, интуитивные, там, прикидки, оценки. Если нужно было их сохранять, то надо было не забыть, ну, как-то их куда-то скопировать перед тем, как, собственно, запускать расчет Pert. Ну, допустим, да, хотим продолжить, и у нас появляется какая-то вот такая оценка длительности отдельных операций. А дальше я могу посмотреть, ну, во-первых, отдельно диаграммы Ганта по оптимизму, наиболее ожидаемому, наиболее часто встречающемуся вероятному сценарию и пессимистическому сценарию, и посмотреть, как это выглядит. 33 дня по оптимизму, вот такой вот последовательностью задачи. 102 дня по пессимистическому сценарию. И такой наиболее вероятный сценарий – это 48 дней. Ну, а, собственно, сам по себе расчет, ожидаемая оценка длительности, она, ну, в общем, легко просматривалась, собственно, в классическом ганчарте. Можно посмотреть, что общая оценка длительности проекта – это 54,5 дня. То есть, если бы мы просто на самые часто встречающиеся значения ориентировались, это было бы 48 дней. Ну, а так 54,5. Собственно, вот и все. Вот это то, как устроен этот модуль, как он работал. И на вот этом примере, кстати говоря, хорошо видно… Сейчас я соберу его на один экран. На вот этом примере хорошо видно, да, что у нас пессимистическое… Я могу просто вот этими настраиваемыми полями сейчас подобавлять. Duration – первая, вторая и третья. Ну, то есть оптимистическая, наиболее вероятная. Дuration – вторая и пессимистическая оценка. Что по пессимизму, вообще говоря, любая из этих четырех задач, параллельно выполняющихся, она когда-то однажды может длиться 44 дня. И поскольку их четыре параллельно выполняются, не учитывать то, что, ну, в общем, высока вероятность того, что у нас может общий критический путь задержаться, не учитывать, игнорировать, наверное, и нельзя. А пертанолиз, он, как видите, игнорирует то, что… Ну, сходимость буквально, да, критических путей. Это одна из этих задач будет выполняться по наиболее ожиданию. Одна будет по оптимистическому. Одна, вполне возможно, пойдет по пессимизму. Но это на самом деле не 54 с половиной, это гораздо больше. Ну, а такое дело, да? Вопрос. Можно больше 44? 45 вообще? Может оказаться? Может. Но дело в том, что у нас нет тогда предпосылок оснований для прогноза. Так у нас, так мы ориентируемся на историческую информацию. Мы регистрировали, у нас хранится это в базе знаний. А предпосылок предполагать, что у нас это будет 45 дней или 80 дней, когда-нибудь однажды эта задача сделает. Но у нас их нет. Ну, как-то, опять же, исходим из этого допущения. Это то, что было, ну, и по большому счету есть, остается сейчас в 2007-й версии. Что касается последних версий проекта, 10-й, 13-й, 16-й. Тут все еще интереснее. Сейчас есть модуль PERT-анализ. Его, кстати говоря, в какой-то момент, ну, вот, когда вышел 2010-й проект, апрель 2010-го года, выходит новая версия. Причем она совершенно такая, извините, нарядная. Поменялась лента, поменялась графика. Появились неактивные задачи. Появился ручной режим планирования задач. Появился визуальный оптимизатор ресурсов. Что только не появилось. Только PERT пропал. Ну, то есть его вообще не стало. Да, вот этот вот модуль, встроенный PERT-анализ, его из 10-го, ну, и, соответственно, 13-го, 16-го проекта, его, в принципе, совсем убрали. И, соответственно, для того, чтобы пользователи сильно не огорчались, они вообще-то огорчились, на самом деле. Я, в том числе, я никогда не пользовалась методом PERT-анализа для расчета своих проектов. Но все равно как-то странный, нормальный, работающий макрос. Зачем бы его убирать? Честно говоря, я до сих пор не знаю. Вполне возможно, это связано с эволюцией самого PMBOK. Ну, то есть из PMBOK это мигрировало куда-то далеко, далеко в оценку длительности. То есть его, в принципе, из риска убрали. Ну и все, убрали фокус внимания с этого модуля в проекте. Ну, это такое немножко беспомощное объяснение, но какое есть, но у меня другого нет. И расстроились пользователи, и, соответственно, чтобы им было не так грустно и обидно, один из разработчиков, это MVP по проекту, разработал, начиная с 10-й версии, такой add-in, надстройку. Она очень легко ищется в поисковой системе по простому запросу в любой, да, там, в Google. Project PERP, add-in, да, какая-то надстройка. И хранится эта надстройка на сайте TechNet, в библиотеке TechNet. Project 2013, ну, мне, наверное, не 2013, мне 2016 надо, почему-то 16-й Project стоит. Но выглядят они практически одинаково. И вот в тот момент, когда разработчик выпустил эту надстройку, пользователи, все, они обратно обрадовались, да, перестали расстраиваться. А зря, между прочим. Разработчик Андрек Савьер, он сделал это на WPA, Visual Basic for Application, и, собственно, одна из задач у него была, ну, так максимально приблизить инструментарий к тому, что было в предыдущих выпусках этого самого проекта. То есть, если посмотреть на вот эти вот предкартинки такие, все то же самое. Values, распределение коэффициентов, entry form, чтобы можно было вот этот оптимизм, пессимизм внести, calculate, расчет, возможность просмотра всех трех вариантов диаграммы ГАНТа, ну, и, соответственно, само собой, там, штатный ГАНТ-чарт с общей длительностью проекта уже такой расчетный, да, ожидание. Да, и здесь все просто, да, ориентирована эта надстройка на четыре языка, английский, португальский, итальянский, испанский, ну, да ладно, английский интерфейс есть, и то хорошо. Ну, и, соответственно, простенькая инструкция, потому что надо скачать вот этот архив и запустить setup.exe. и, ну, что называется, рано радовались пользователи, потому что столько раз, сколько я скачивала эту надстройку и для десятого, и для тринадцатого, и для шестнадцатого проекта, ну, наверное, в принципе, раза два всего видела, чтобы она нормально установилась и как-то, ну, хотя бы примерно нормально работала. Как выглядит сам по себе скачанный архив? Ну, архивы, архив, да, PERT EDIN 2016. Распаковывается он вот в такую папочку с мануалами на итальянском, португальском и английском языке и, собственно, с установочным пакетом. Если посмотреть мануал на английском языке, а это архив вообще-то шестнадцатого EDIN, то можно увидеть, что и мануал-то, собственно, остался еще для 2010-го. И в мануале прописано, да, что такое скачивание, установка. И вот тут вот это увлекательное чтение на самом деле, потому что, ну, после основных вводных вещей, потому что оказывается, что для того, чтобы это работало, ну, причем на разных платформах бывают, да, не только с Windows 7 работают пользователи этой восьмерки, и десятки, этой серверной операционной системы и так далее, и так далее. Тут надо какие-то свои отдельные действия, свои отдельные танцы с губами сделать. Надо разблокировать файлы, и вот тут приходится искать, как в 10-й Windows разблокируются файлы, потому что через графический интерфейс это не происходит, это реализуется только команд-летами в PowerShell. установить, обнаружить много раз, там, 8 раз из 10 обнаружить ошибку установки, вернуться сюда на сайт, посмотреть вот эти вот обсуждения в чате, да, вопросы, ответы по ошибкам, с которыми сталкивались пользователи, потому как они решали много нового можно узнать по поводу разных расширений файлов, разных записей в реестрах и так далее, и так далее. В конце концов, ну, наверное, когда-то однажды это будет установлено. Причем описание каких-то ошибок, они заложены уже в сам вот этот вот мануал, да. Для меня вопрос трэблшутинга был на самом деле интереснее, чем вопрос использования этой надстройки. Мне интересно было с этим поиграться, но почему-то подозреваю, что это не всем так, на не всем пользователям, например, кому-то захочется самой надстройкой воспользоваться. Как это выглядит на 16-й версии? У меня это уже установлено, причем я сегодня устанавливала это на компьютер, я поскольку работаю в разных аудиториях, в разных аудиториях пробовала поставить эту надстройку, где-то совершенно нормально без всяких вопросов устанавливается, тут, ну, пришлось немножко, немножко станцевать. Но в конце концов, сама по себе надстройка установлена, и можно посмотреть, такой же набор, такой же набор команд, как и в седьмой версии. Perked Values, собственно, тоже распределение весовых коэффициентов. И это такая же форма с такими же комментариями, ну, то есть видно, что разработчик, он максимально там старался приблизить это к оригиналу, так тому модулю, который был встроен в функционал тоже. Потом это entry form, вводится информация. Но если посмотреть на седьмой project, на вот этот entry sheet, entry form, то у меня здесь в седьмой версии, ну, например, суммарные длительности считаются. В шестнадцатой версии они не считаются, и это не лечится, ну, то есть не предполагается, что это будет считаться. Во-первых. Во-вторых, в седьмой версии у меня отдельно строятся вот эти вот оптимистические, пессимистические и наиболее вероятные диаграммы. Ну, то есть буквально пессимистические старты, финиш рассчитываются, буквально даты рассчитываются. Если посмотреть на то, как здесь работает надстройка, то оптимизм, пессимизм, в принципе, во-первых, не диаграммами ГАНТа выглядят, а тоже листами. Ну, и здесь расчета дат, ну, к сожалению, я все это рассказываю, чтобы вас не настигло потом разочарование, что кому-то захочется скачать эту настройку. Я бы не стала ожидать от нее многого. И не сказать об этом не могу, да, потому что, ну, мне в свое время было просто интересно с ней поработать, да, но у меня не было задачи пертанализом что-то обсчитывать. И это, конечно, ну, такое благое дело, да, очень хорошая идея пришла в голову вот этому разработчику. И я надеюсь, что он не бросит эту надстройку, не бросит продукты и все-таки поправит, пофиксит эти ошибки, потому что чат на Текнете, он живой, люди пишут, комментируют, он им отвечает, и, ну, наверное, когда-нибудь однажды она будет стабильно работать. Но сейчас пока оптимистические старт-финиш, они не рассчитываются здесь в этом случае. Но, конечно, можно посмотреть, ну, такой обычный ГАН-чат, да, с учетом уже вот этих вот, вот этих вот выполненных вычислений. Устроено все принципиально так же, то есть тоже перезаписывается значение в штатном поле длительность после вот этих вот расчетов. Ну, единственное, только, ну, что-то недосчитали, что-то недоработали. Или, например, если я попробую в Entry Form здесь внести тоже какой-нибудь оптимизм, ожидание и пессимизм, но так вдруг, случайно, пропустив строчку, что у меня и стрелки-то тут не работают на самом деле, то есть как-то представление устроено каким-то образом, еще пока не могу понять каким, и попробовать запустить вот это вычисление с таким же сообщением, о том, что duration будет перезаписано и так далее, и так далее, то не получится сделать это действие. Только методом пробы и ошибок, там, долгими вот этими поисками, ответом на вопросы можно догадаться или не догадаться, а просто когда-то однажды обнаружить, что нормально калькуляция, нормально расчеты работают без пустых строк. Ну, то есть без пустых строк, окей, пожалуйста, можно посчитать, привязать, соответственно, ко всему проекту и воспользоваться вот этим расчетом, вычислением. А так, да, так все то же самое. То есть вот эти вот оптимистическое, ожидаемое, пессимистическое, это тоже настраиваемые длительности. Вот это вот entry sheet for PERT, это тоже настраиваемое представление, но только единственное, в седьмой версии это все-таки диаграммы, а в шестнадцатой версии не только entry sheet, но и сами по себе вот эти вот отдельные графики. Это не графики, это таблицы просто. Вот так вот это выглядит, вот так вот это выглядит сейчас. Для тринадцатой, для шестнадцатой версии это окей, welcome, в свободном доступе, все бесплатно, все нормально работает. Но если надо посчитать, на мой взгляд, если нужно посчитать график проекта по вот этому PERT анализу, ну это же в принципе несложная формула. И в принципе любой пользователь в проекте может сам самостоятельно взять вот эти duration первую, duration вторую, третью, зарезервировать их под три оценки, взять четвертую длительность, внести в нее формулу свою, и если надо, в том числе отдельными, тремя, они же создаются чуть ли не до бесконечности, настраиваемые представления, отдельными вьюшками, стилями отрезков, рассчитать вот эти даты оптимистического старта, финиша и собственно даже визуализировать для себя. Это все несложно делается на таком пользовательском уровне. Единственное, другой вопрос, что надстройка, она автоматизирована макросом до мгновенных каких-то действий, а пользователю придется все-таки немножко больше усилий предпринять, но зато он сам будет знать, как это работает. Как настраивать поля для PERT? Я бывает время от времени иногда рассказываю в теме настраиваемые поля в проекте, а эта тема, она так или иначе встречается на курсах по работе с инструментом. Ну, пожалуй, все, что мне хотелось рассказать, сегодня вот как-то по времени поместилось, по материалу поместилось в наши 45 минут. Вот, коллеги, есть еще 3 минутки, 2 минутки для вопросов, может, какие-то вопросы. Вы имеете в виду эту самую презентацию и все остальное? Я положу в фабку общего доступа, если надо, и коллеги, те, кто напишет мне запрос на адрес электронной почты из наших удаленных участников, тоже готовы выслать. Еще какие-то вопросы? Какие-то рекомендации, вот, кто говорит там, вот, ввели треугольное распределение, да? Это, ну, как, есть какие-то рекомендации, когда используются столь-другой, или это чистый опыт проект-меншера? Когда лучше брать одно, когда лучше брать другое? Ну, это зависит от тех факторов, которые влияют на время выполнения задачи, и они по какому-то закону распределяются, какие-то по нормальному закону, какие-то по закону бета-распределению, по треугольному закону, то есть тут надо, ну, тут надо поанализировать. На самом деле можно же не только эти два распределения брать, да, можно и по-другому посчитать. Но если говорить о практике повседневной, это не то, что повседневной, а самой распространенной практике, то обычно ориентируются на вот эту вот формулу, в деньгах не встречала, в длительности встречала, вот эту формулу с весовыми коэффициентами. Коллеги, может, еще какие-то вопросы? Это относится к компьютеру, да, Катарик? На компьютере можно рассчитать в секунду, то есть в секунду, сколько печать уходит, сколько уходит. Ну да, да, к операциям в том числе, да, к технологическому это может относиться. Применимо. Применимо, конечно. Да, собственно, и само по себе сетевое моделирование, оно тоже ведь применимо к технологическому процессу, уже не только графику проекта. И тот же самый критический путь, да, уже смысл диаграммы ПЕРТ в том, что критический путь, он уточняется вот этими оценками, оценками длительности и стоимости. Хорошо, коллеги, спасибо вам большое, спасибо за внимание, спасибо за то, что вы приехали, спасибо за то, что вы подключились, за такое внимание к этой теме, и рада буду видеть вас на всех последующих семинарах, ну и в общем любых мероприятиях, которые проводятся в Центре СПОКО. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА